Всем привет! Продолжаю отвечать на вопросы подписчиков, студентов, работающих, инженеров у меня на канале, который вы задаете в специальной форме, которую можно найти в описании и по QR-коду, который сейчас появится на экране. И прилетел интересный такой вопрос, на подумать. Сразу скажу, что здесь это только мои какие-то фантазии и в целом представления о процессах и так далее. У вас они могут отличаться, но давайте расскажу, что думаю я. Во-первых, сам вопрос. Каким вы видите идеальный отдел тестирования качества по составу сотрудников, функционала и правам и обязанностям? Во-первых, давайте сразу нарисую, точнее напишу, что бы я хотел точно видеть. Это shift-left testing. Для меня это идеальный процесс, когда тестирование начинается как можно раньше в SDLC. То есть со стадии требований непосредственно идеально было бы, чтобы оно отсюда начиналось и дальше уже по всем остальным этапам шло. Но на практике очень часто бывает, что мы начинаем не с требований, а только где-то с разработки. То есть разработка, ну, в лучшем случае это где-то здесь будет. То есть после разработки только тестирование начинается. Вот тут очки. Да, это, конечно, большой минус ввиду того, что мы не можем как можно раньше найти там дефекты какие-то, да, в документации, которые для бизнеса тоже могут быть очень дешевыми на этих этапах. Но чем дальше мы спускаемся, тем хуже становится. И плюс, опять-таки, мы тратим время. Например, когда идет разработка, мы просто сидим, ничего не делаем, а на процессе там тестирования только начинаем чем-то заниматься. Это я утрирую. Конечно же, мы можем найти какие-то активности, связанные с тем, что можно делать разработку. Но желательно бы, конечно, смещать тестирование как можно раньше, да, или на разработке этапа, либо на этапе требований, когда есть анализ и так далее. Поэтому для меня это идеальный процесс, когда он есть. Но говорю, что на практике это очень редко где достижимо. Второе, что говорить про идеальный какой-то отдел тестирования, само собой должен быть менеджер, да. Я люблю, когда есть кто-то главный, на кого можно спихнуть ответственность, на самом деле шучу, да. Но все равно должен быть человек, к которому можно обратиться, к которому можно задать вопрос, который тебя направит не только по тому, что какие там задачи ты должен выполнять на проекте, но и направит, куда тебе развиваться, поможет и так далее. Поэтому очень важно, чтобы помимо менеджера были еще всякие менторы, да, у ребят в целом, которые помогали, либо же ресурсные менеджеры, да. Не всегда это твое дело, но я говорю сейчас вообще в целом, что бы я хотел видеть. Вот, то есть менеджер все-таки должен быть. Сама команда тестирования, ее объем обычно зависит от команды разработки, да. То есть что там у нас по плюс-минус классике? Один разработчик, точнее один тестировщик, сейчас опять запутаюсь. Один тестировщик, а там два-три разработчика. Но не всегда это возможно на проектах, да, иногда бывает один тестировщик на 10 разработчиков, да, тоже такая неприятная история. Это, конечно же, нужно рассчитывать с точки зрения бюджетирования, с точки зрения того, какой объем работы мы делаем, с точки зрения того, действительно ли нужно тестировщиков много, чтобы что-то протестировать, есть ли автоматизация, есть ли юнитесты и так далее. Это все, конечно, может влиять, но в целом такая вот история, когда у нас на одного там тестировщика там два-три разработчика приходится, это неплохо, это есть хорошо. Да, я видел команды, где было там больше тестировщиков даже, чем разработчиков, иногда есть такая специфика, либо больше аналитиков, чем других специалистов. Здесь говорю, что очень сильно решает контекст, но точно не один тестировщик на проекте, да. Это, конечно, очень неприятная история. Особенно бывает неприятно, когда это джун, которого наняли за копейки для того, чтобы он настроил процесс, и сами люди не понимают, насколько это все будет плохо для них, и насколько это все депрессивно и стрессово для самого специалиста, поэтому не делайте так, пожалуйста. Вот, в идеале, чтобы была какая-то команда тестирования с ментором, с менеджером, так намного удобнее. Что касается функционала, правильным обязанностям, ну, смотрите, опять же, контекст решает, да. В принципе, на проектах может быть только одно мануальное тестирование, если он несложный, если там не так много регрессий, от которой все страдают и так далее. То есть я нисколько не против такого. Есть проекты, где действительно нужна автоматизация, она все больше и больше внедряется, и это тоже хорошо ввиду того, что мы не страдаем, проводя там бесконечную регрессию, и мы все-таки что-то делегируем на компьютер, а не на человеческую ошибку. Поэтому важно, чтобы на проектах нормальных, уже зрелых, которые точно давно на рынке, в которых нет бесконечного количества изменений, в которых есть регрессия устоявшаяся, там, смоки и все остальное, да, такой продукт, даже если смотреть в разрезе аутсорс-аутстапа, все равно автоматизация там должна быть. Вот, то, конечно же, автоматизация в плюс, и в команде должны быть автоматизаторы. Автоматизация вы, скорее всего, не сможете отказаться на 100%, кто бы что ни говорил. Я знаю, что есть команды, где вообще тестировщиков нет, но, не знаю, для меня это немножко странно. На самом деле я все-таки вижу, что тестировщики должны быть, либо же разработчики будут очень сильно страдать, если они будут на себя брать еще написание автотестов всех возможных, которые только бывают. Да, поэтому вот это разделение, оно вполне может быть, ну, либо же может быть какой-то full stack, назову его вот так, который все это может делать вместе, но тоже нужно понимать, что мы нагрузку должны делить каким-то образом, чтобы люди не страдали, не выгорали и не занимались приятно всем на проекте. И насаждать там тестировщику работу аналитика, проект менеджера, либо еще кого-то, разработчика, но это редко бывает, да, разработчика скорее не назначат. Но всего остального могут, ввиду того, что не всегда менеджер понимает конкретно, что делает тестировщик. И наша задача как раз-таки рассказать ему, да, что мы делаем и для чего он полезный бизнес и так далее. Вот, то есть я бы, наверное, вот так вот выделил, то есть это shift-love-тестинг обязательно, обязательно. Это менеджер-ментор, ну, ресурсный менеджер, поскольку, в принципе, вот эти товарищи, они закроют все необходимые хотелки и возможности. Правильная пропорция количества тестировщиков к разработчикам, чтобы не страдали ни разработчики из-за того, что нет тестировщиков, ни тестировщики из-за того, что тестировать очень много, но кто-то неправильно посчитал. Да, поэтому вот этот вот дядька-менеджер либо тетка, вот, они должны это все правильно делать, правильно рассчитывать, правильно истиматься и заниматься и так далее. Кстати, тоже очень важно, я здесь специально напишу, истимировать все, да, то есть команды, в которых у нас есть оценка трудозатрат, что я бы хотел написать какие-то цветочки рисую, вот, то есть вот в эти, к чести истиматься это здорово, замечательно, чтобы учитывали обязательно работу тестировщика во времени, при планировании и так далее. Да, это, наверное, мой такой идеальный процесс, идеальный мир, но во всех командах, в которых я работал, скорее, не всегда этот идеал был, но какие-то элементы, фрагменты, что-то точно было, да, и ваша задача тоже как тестировщика и, скорее, даже quality assurance инженера рассказать, показать, настроить процесс, выстроить процесс, да, и не молчать, даже если вы занимаете какую-то позицию линейного, там, исполнителя, хотел сказать, руководителя, но, скорее, исполнителя, да, и все равно нужно об этом говорить, использовать ретроспективы, использовать другие вещи для обратной связи, для того, чтобы это рассказывать, не бояться, не стесняться, иначе ничего лучше на проекте не станет. Имейте, пожалуйста, это в виду. Надеюсь, что был полезен такой ответ, и вы немножко узнали про процессы, которые могут быть внутри компании.